В девятиэтажке на Батова 16 поселился умный подъемник. Камера в углу без труда запечатлит вандалов. Когда липт стоит, цифровой глаз переходит в спящий режим. Экономит память и энергию. Информация будет записываться на сервера Белцелекома и доступ к нему будут иметь либо владельцы, либо аварийная служба, либо наши диспетчера. Теперь с первого на девятый этаж жильцы могут добраться за 30 секунд. Звук мотора и стуки шахты не разбудят среди ночи. За раз лифт может перевезти порядка пяти человек. Грузоподъемность 400 килограммов. Здесь также установлена система фотошторы. Она не дает дверям закрыться и зажать человека. Предшественник отработал 25 лет. Современный прослужит на 10 больше. Крупные рельефные кнопки поспорят для пожилых и слабовидящих. Вскоре новый лифт установят и в соседнем подъезде. Я думаю, что будет все надежно и будем ездить, ну как на больших лестницах. Все очень рады, что в нашем доме будут стоять новые, безопасные, комфортные лифты. За прошлый год в Бобруйске появилось 120 современных подъемников. В 2020-м заменят 72. При этом люди не заплатят ни копейки. Деньги возьмут из городского бюджета. То, что выходит эксплуатация по каким-то там техническим причинам, то это меняется по текущему ремонту, допустим. А то, что уже отработало свой нормативный срок, то входит в программу по замене лифтового бургана. Подъемники начнут устанавливать в двухэтажных домах и общежитиях. Эти изменения закрепили в техническом кодексе. До сих пор лифтами могли похвастаться лишь жители пятиэтажек и других высоток. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.